Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. Благоустройство за 20 миллионов. В Самаре исчезнут бесхозные территории и незаконные свалки. Парк Воронежские озера в новом формате. Местные жители решают, каким ему быть. Теперь городские дети узнают, откуда берутся мясо и молоко. В Самарском зоопарке открылся новый павильон – сельское подворье. Новый пляж может появиться в Самаре. В промышленном районе началось общественное обсуждение комплексного благоустройства парка Воронежские озера. Проект планирует включить в федеральную программу «Комфортная городская среда». Об этом на встрече с представителями СМИ накануне заявил глава Самара Олег Фурсов. Как преобразится одно из самых живописных мест города, расскажет Алина Чемерес. Уникальный уголок живой природы в большом городе. Парк Воронежские озера постепенно преображается. Власти Самары разработали проект комплексного благоустройства этой территории. Чтобы сохранить уникальную экосистему, запланировано пробурить новую скважину для подпитки озер. Жители говорят о необходимости почистить дно, водоемы – главная ценность парка. Но комфорт тоже важен, чтобы решить, как будет выглядеть обновленный парк. Проект обсуждают вместе с жителями. Хотела бы, чтобы были побольше для детей, для взрослых. У нас очень много пенсионного возраста гуляет в парке. Ну, чтобы как-нибудь сели, отдохнули. И самое главное, чтобы почистили озера, и чтобы были очень красивые наши озера остались. Вот это я хочу больше всего, чтобы были озера сохранены. По проекту в парке планируется отремонтировать асфальтовые дорожки, установить 70 дополнительных световых опор. Власти предлагают высадить новые аллеи, оборудовать современную спортивную площадку, отреставрировать скейт-парк, установить сцену и бесплатные общественные туалеты. Сегодня Воронежский озер – один из трех крупных парков в промышленном районе и любимое место отдыха жителей. Благоустройство этого живописного места люди ждали давно. Будет много посаженных деревьев для того, чтобы улучшить экологическую обстановку. Потом огромную работу парк будет проводить по модернизации трех озер. Эти озера будут цивильно выглядеть, так будем говорить. Даже одно озеро будет иметь свой пляж. Планируется, что обновление парка «Воронежские озера» начнется весной следующего года. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. 20 миллионов рублей в этом году запланировано в областном бюджете на поддержку местных инициатив. Предложения и замечания по работе муниципалитетов выслушали на совещании главы Самары с руководителями районов области. Предлагают разработать модельные правила благоустройства. Особое внимание уделить бесхозным территориям, незаконным свалкам и ужесточить административные наказания за нарушение порядка. При этом местные законопроекты должны соответствовать федеральным. На встречу предложили взять на вооружение опыт других регионов. Поэтому я бы еще хотел попросить вас в течение трех месяцев эти материалы посмотреть, обсудить, может быть, создать какие-то фокус-группы с участием общественников для того, чтобы мы в этой сфере выработали более конкретные предложения. Концерты Владимира Высоцкого, Грушинский фестиваль вечера джазовой музыки. Этим Самара обязана городскому молодежному клубу. Общественная организация, созданная 55 лет назад, в закрытом тогда городе, стала уникальным явлением для всего Советского Союза и светилом культурной жизни Куйбышева. В юбилей ГМК-62 его активистов поздравила Алина Чемерес. До торжества еще час, а у зданий филармонии уже собираются те, благодаря кому более полувека назад городской молодежный клуб стал флагманом культурной жизни Куйбышева. Ольге Целебровской в то время было чуть больше 20. Будучи студенткой мединститута, она вступила в клуб самодеятельной песни. Походы, творчество, посиделки у костра – это говорит на всю жизнь. Я считаю, что мне крупно повезло в жизни, и это была первая удача, то, что я попала в клуб самодеятельной песни. Это такой непередаваемый дух, это такая общность интересов, это такая дружба. Вот мы до сих пор встречаемся. Ребята со струковских лавочек, чьи умы бурлили идеями. Именно там, на встречах в саду, в годы оттепели и было положено начало легендарному ГМК-62. Молодые энтузиасты организовали в закрытом тогда городе концерты Владимира Высоцкого, стояли у истоков создания Грушинского фестиваля. В день 55-летия городского молодежного клуба его активистов и основателей поименно вызывают на сцену. Благодаря Валентине Вороновый город в начале 60-х увидел работы молодых художников и фотографов. Творческие решения порой были слишком дерзкими для советских нравов. В закрытом городе, который был тогда Куйбышев, мало того, что выставки такие были, у нас выставлялись даже, ну, за которое нам иногда летало, вот, обнаженное, то есть. Это был не просто глоток свежего воздуха, а это был такой порыв, такой, можно сказать, шторм, что он воплощал наши идеи, а идеи у нас было масса. Врачи, общественники, политики, они и сегодня полны творческих сил. В день юбилея клуба, который стал уникальным явлением для всей страны, активисты ГМК-62 получают награды из рук главы Самары Олега Фурсова. Вся та молодежь, которая увлекалась в деятельность городского молодежного клуба, имела блестящие перспективы, и они позднее были реализованы. Какие характери раковались в то время? Эти характери оказывали и продолжают оказывать влияние на развитие нашего города. Поэтому мы с большим удовольствием поддержали инициативы ваши по открытию мемориальной доски, по проведению выставки, по организацию сегодняшнего мероприятия. Творческие традиции, которые более полувека назад заложили активисты городского молодежного клуба «Живые сегодня». В Самаре до сих пор проводятся фестивали джазовой музыки, проходит конкурс имени Дмитрия Кабалевского. Алина Чемерис, Василий Калдашов, События. Начало учебного года, самое время знакомиться с библиотекой. Для первокурсников подготовили специальную акцию. Весь месяц они могут приходить в областную библиотеку на экскурсии и учиться в ней работать. Впрочем, узнать поближе. Самое крупное в регионе хранилище книг и научных работ может любой желающий. Подробнее Олеся Корецкая. Как хорошо уметь читать и ориентироваться в библиотеке. Больше четырех миллионов книг и научных работ, десятки залов и фондов, электронная система выдачи экземпляров. Чтобы не запутаться в этом интеллектуальном богатстве, нужен путеводитель. Ангелина Пушкова записалась в библиотеку и сразу отправилась на экскурсию по залам. В интернете нельзя найти всю литературу, которая мне понадобится при учебе. Я думаю, я здесь найду больше материала, когда мне придется писать какие-то научные работы, какие-то научные статьи. Акция «Виват-студент. Виват-библиотека» традиционно проходит в сентябре. К участию приглашаются школьники, студенты, аспиранты и преподаватели. Мы предлагаем студентам-старшекурсникам, те, которые знают библиотеку прекрасно, те, которые умеют находить нужную информацию быстро и качественно, мы приглашаем в качестве экскурсоводов. И у нас уже есть в перспективе на этой неделе несколько таких экскурсий. Кроме экскурсий, сотрудники библиотеки проводят лекции, мастер-классы и практикумы. Абоненты получают доступ не только к книгам, периодике и медиафайлам, но и к электронным библиотекам, в том числе федеральным, а также научным работам по всему миру. Единственное условие – записаться и получить читательский билет. В сентябре – цветной. На память о необычном знакомстве с библиотекой. Я получила цветной электронный читательский билет. Последний раз в этой библиотеке в качестве читателя я была 10 лет назад, когда писала дипломную работу и мечтала приходить сюда и просто читать журналы. Мечты сбываются. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков. События. А теперь коротко о других событиях дня. ДТП с участием экскаватора произошло сегодня на пересечении улиц Победы и 22-го портсъезда в Самаре. Очевидцы выложили в сеть фото с места аварии. Там столкнулись экскаватор и 126-я маршрутка. Автобус двигался в сторону площади Кирова, а экскаватор поворачивал с 22-го портсъезда на Победу. В результате ДТП стрела экскаватора пробила дыру в крыше маршрутки, а также оставила длинную вмятину. По предварительным данным, пострадала пассажирка, у нее травма головы. Между Самарой и Москвой станут чаще летать самолеты. С переходом Самарского аэропорта на осенне-зимнее расписание с 29 октября будет совершаться до 19 рейсов в сутки в зависимости от дня недели. Московское направление – самое востребованное у пассажиров Самарского аэропорта. По итогам первого полугодия этими рейсами воспользовались 596,5 тысяч пассажиров, то есть 52% от совокупного пассажиропотока, отмечают в Курумыче. ЧП произошло на Волге около острова Большой Толовы. От сильного ветра и высокой волны перевернулась лодка, в которой находился 83-летний мужчина. Пенсионеру спасло жизнь то, что в лодке был отсек непотопляемости. Он не позволил ей полностью скрыться под водой. Ветром и течением аварийное судно вынесло на фарватер реки. Спасатели поискового отряда «Октябрьска» вытащили замерзшего пострадавшего из воды и доставили на спасательную станцию. Медицинская помощь ему не потребовалась. В Нефтегорском районе, в поселке Бариновка, один из рыбаков выловил огромного карпа. Вес рыбы составил почти 19 килограммов. Рыболов сфотографировался со своей добычей на память, а затем отпустил рыбу в родную стихию. Кстати, подлинность фото вызвала сомнение у некоторых пользователей соцсетей. На нем указана дата 7-летней давности. Но знакомые рыбака утверждают, он просто не выставил дату на аппарате. Напомним, такой улов Самарской области не впервые. Весной самарец выловил в районе села Ширяево щуку весом более 13 килограммов. Салют в день города можно будет наблюдать с Волги. Для желающих будет организована двухчасовая прогулка. Отправление от речного вокзала в 21.00. Напомним, что грандиозный праздник пройдет сразу на пяти площадках, которые будут находиться на второй очереди набережной. Главное действие состоится у полевого спуска. Здесь организуют выставку военной техники и наград, которых был удостоен город в разные годы. На сцене выступят самарские и российские творческие коллективы. В воздухе пройдут показательные выступления пилотажных групп «Сокола России», а на воде парад кораблей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Питается продуктами сельскохозяйственными. То ли молоком, то ли мясом, то ли еще чем-то. Поэтому и для наших детей ничто не должно быть чуждо. А вот о чем мои коллеги расскажут в следующих выпусках. Паралимпийцы покатили камни к самарским керлингистам. С мастер-классом приехал тренер сборной России. На Старозагоре зажигают огни. Фонтаны в сквере рядом с Шибкой заиграют новыми красками. Алкоголь не пройдет. Общественники и полицейские проверили магазины и бары советского района. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже 14 миллионов просмотров на Ютюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова